Сегодня все, кто причастен к сценической жизни, отмечают Всемирный день театра. Белгородская драма собрала представителей практически всех театральных коллективов области на парад капустников. Юмор театральных деятелей оценила Ксения Голуб. Я хотела бы встретиться с директором театра «Угол» для обмена опыта. Для профессиональных актеров не проблема изобразить какого угодно персонажа, даже если это президент США Дональд Трамп. Такого рода эксперимент в номере от Белгородского государственного драматического театра позабавил коллег. В числе собравшихся как сотрудники профессиональных коллективов, так и участники народных театров и студий. Любой актер должен уметь танцевать и петь, и даже исполнять акробатические номера. Подрастающее поколение молодых белгородских артистов этим критериям соответствует. Студенты-старшекурсники кафедры актерского искусства БГИИ на сцене самого заслуженного в регионе театра не растерялись. Показали все, на что способны, а еще порассуждали о доле выпускника. А вот пришли мы к вам попенять, а на судьбу нашу нетрудоустроенную. По словам студентки кафедры актерского искусства БГИИК Анастасии Самараевой, стоять впервые на сцене такого известного театра очень ответственно и волнительно. А к себе говорит, что в профессию пришла, потому что с детства хотела быть актрисой. Это моя заветная мечта и цель, и я стремлюсь к ней по сей день. Потому что это живая энергия, это заразительность, в общем, это жизнь. Своими мечтами в этот праздничный день поделился и актер Белгородского драматического театра Дмитрий Беседа. Он уже играет здесь пятый сезон и успел полюбиться белгородцам. Чего стоит только его роль Сэра Саймона в мюзикле «Кинтервильское привидение». Хочется, чтобы и наш театр, и театр российский в целом, не как здание, а как большой институт театрально процветал, чтобы привлекал как можно больше совершенно разных зрителей. А что касается лично меня, то хочется поработать с разными режиссерами в разных, очень разных жанрах, в очень разных спектаклях. Актеры Белгородского театра «Кукол» в свою очередь поведали о жизни за ширмой. Они предложили зрителям отгадать популярные песни с помощью некоторых подсказок. Получилось это далеко не у всех, но вызвало всеобщее одобрение. Свои поздравления озвучили представители Губкинского театра для детей и молодежи, а их коллеги по цеху из Старого Оскола прислали видеообращение. С добрыми словами к мастерам сцены обратился и бессменный руководитель белгородской драмы Виталий Слобачук. Белгородцы, я вас поздравляю, у вас очень хороший театр. И театр ваш академический замечательный, театр «Кукол» замечательный. Интонация, развитие театрального дела у нас хороша. И театр помогает, театр помогает единению и нравственной жизни своих людей. Мы такими себя предлагаем. Большое спасибо, что вы приходите и любите нас. Мы вас не подведем. В Белгородской области сегодня работают пять профессиональных театров. Три в Белгороде и по одному в Старом Осколе и Губкине. А количество народных театров и студий сложно подсчитать. И интерес к этому виду искусства продолжает расти. Синяя Голубь, Евгений Северинов. К этому часу Белгород.